В Наридмаре завершился чемпионат по мини-футболу среди сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии и военных. Всего участвовало 8 команд, входящих в спортивное общество «Динамо». Команды были поделены на две подгруппы. В финал вышли две команды – Росгвардии и воинской части. Второй год подряд переходящий кубок достался гвардейцам со счетом 4-1. Обе команды достойны победителя, так что, в принципе, СКА – также сильная команда, они играют в первенстве также города. Ну вот, в принципе, матч достойный. Чемпионат по мини-футболу проходит уже в пятый раз. Стоит отметить, что на протяжении этого времени на одном поле с силовиками за победу сражаются и воспитанники детского дома. Это же и пропаганда здорового образа жизни. И вот в пятый год дети, воспитанники детского дома с нами играют. И в этом только году они у нас вышли в полуфинал и играли за третье место. И просто они попали с командой МЧС, которая два года назад тоже была лидером этого чемпионата. Ну, естественно, воспитанники проиграли. Ну, понимаете, это то, что вот они выходят на поле уже со взрослыми дяденьками, можно сказать, да, силовиками. В Нинске автономной округа играют. Я думаю, что это большой плюс нашей организации. Также в рамках «Спартакиады» впервые в округе прошло первенство по гиревому двоеборью. Юрий Чупров из команды пенсионеров МВД занял почетное второе место в своей весовой категории. Я считаю, что гири как раз должны популяризироваться, потому что большая часть на ваше население – это рыбаки-охотники, оленеводы, в том числе сейчас год оленеводства. И вот эта работа вся связана со специальной выносливостью. Специальная силовая выносливость предполагает как раз формат гири. Посоревноваться в гиревом спорте решили 15 человек. Несмотря на то, что времени на подготовку у участников было немного, все они показали хороший результат и сошлись во мнении, что гиревой спорт в Ниньском округе нужно и дальше развивать. Сами по себе упражнения очень хорошие, комплексные, на все группы мышц. Поэтому я думаю, это для всех полезно. И вообще это такой истинный русский вид спорта, как мне кажется. И который как-то забыть сейчас. Ну, я надеюсь, что будет получать популярность в дальнейшее развитие, в том числе и в округе. А в округе вообще надо делать больше соревнований, потому что спортивных мероприятий не так много, как хотелось бы. В марте в рамках «Спартакиады» пройдет лыжная эстафета на дистанцию 3 километра среди членов общественной организации «Динамо». Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.